И в продолжении темы, связанной с личностью Ильича. 22 апреля отмечается день рождения этой ключевой фигуры Октябрьской революции. Эту дату в былые годы отмечали в ССР весьма широко. Были свои традиции. Например, принимали в пионеры, проводились ленинские чтения и, как мы уже говорили, субботники. Наша съемочная группа решила выяснить, а помнят ли жители Твери эту дату. Вопрос мы задавали представителям разных поколений, и вот что мы ответили горожане. Первые ассоциации, которые сразу приходят на ум, Владимир Ильич Ульянов-Ленин, вождь мирового пролетариата. Старшее поколение вспоминает Ленина в основном с теплом. Ассоциируют его фигуры с лучшими своими годами, с юностью и молодостью. Для меня значимые, потому что я работала в комсомоле. Поэтому мы праздник этот всегда, день рождения отмечали, даже песни исполняли. Я его считаю великим вождем. Поэтому Ленин много сделал. Я его чту, думаю, и жалко, что его забыли. Что жалко, забыли? Почему? Почему, как вы думаете? Ну, посмотри, как. Он за справедливость, что все равны были, а теперь за деньги только. Респонденты, которые четко назвали день рождения Владимира Ленина, 22 апреля 1870 года, отметили еще и качество характера государственного деятеля. По их мнению, нужно обладать незаурядными способностями, чтобы переломить ход истории и совершить великую революцию в России. Знаем, по истории проходили, что он революционер, сверг царскую Россию, ну, с его появлением изменилась жизнь. Царской России не стало и стала власть народа. Ну, личность неоднозначная, но повел за собой. По крайней мере, массы. Зажег массы. Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова Ленина отличаются крайней полярностью. Молодое поколение, скорее, пыталось вспомнить, какое наследие оставил после себя революционер. Но точно ответить затруднялось. Это писатель. А что он написал? Книгу какую-то. Книги какие-то. Я что-то читал вроде про Ленина или нет? Не знаю, но вроде как. Честно. Памятник ему стоит. А что-нибудь знаете из истории об этой личности? Ой, знаю. По отрывочным каким-то таким знаниям. Вот он какая-то такая личность. Помню, что он, по-моему, стоял у истоков формирования СССР. Знаю, что о нем очень много было написано стихов, песен. И на этом мои знания обрываются. Ленин оставил богатое наследие. В этом никто не сомневался и запрошенных нами жителей областной столицы. Впрочем, отношение к нему скорее как к исторической личности, которая ныне утратила свое влияние на соотечественников. В России теперь другие времена и, как следствие, другие герои. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ